Ну что, обещанный ураган, два фронта, горячий и холодный надвигается, посмотрим, что будет сегодня. Обещанный ураган, к счастью, не случилось. Дожди сильные, там, сейчас уже на сегодняшний день больше одной нормы, месячная осадка выпала. В принципе, для загорода очень хорошо, у меня сестра довольна, но всем остальном прекрасно. Деревья вроде все стоят, все стоят, а вот лужи кругом, но в остальном все прекрасно. Вот, завтра выходные, я отдыхаю. Так что, до встречи утром. Суббота, погода прекрасная. Ураган пережили. У нас вообще ничего как будто не было, ну, за исключением картинок, которые я вчера показывал, что там воды много было, все сразу не уходило. Ну, окей, потом. К утру, вон, все нормально, ничего не порушено, загородом тоже все нормально, никакой мебель никуда не смыло. Все прекрасно. Сегодня загород не поехал, поэтому займусь делами в МФЦ, какие-то вопросы нужно решить. Дополнительные документы поднести, хотя все давно работать на госуслугах, им что-то надо. Вот, поэтому. Ну, зайду в наш прекрасный МФЦ, решу дела. Сегодня вечером ресторан. Рестораны все забиты, особенно забиты все рестораны с террасами. Вот, поэтому. Пойдем по старой накатной привычке в селфи. Кормят вкусно. Столики есть, причем удается по желанию забронировать тот столик, который нам нравится. Поэтому все прекрасно. Ну, а завтра загород сгоняем. Собак покажу, ничего другое показывать не буду. Все растет, цветет. Сестра уже говорит, больше маме не дам в следующий год столько сажать. От клубники они уже устали, от всяких ягод уже устали, поэтому уже соседям раздают. У соседей тоже, в принципе, есть. Хотя у нас соседи нормальные люди, они ничего кроме цветов не выращивают. Ну, а мы тут, понимаете ли, смородину красную, черную, белую, еще, еще, еще. Ну, ладно. Мама тоже сказала, больше я такого делать не буду. Вот. Хочется кофе. Вот один из, ну, почти первых кростовских домов. Неплохой, но такие панельки-панельки. Проблема в том, что здесь соединение. Вот здесь муниципальное жилье, вот здесь бизнес и интересы сильно не сварикасаются. Что я про кофе-то заговорил? Чего-то я столько вариантов кофе купил. Вроде сам делаю и прочее. Вроде сам делаю, машина хорошая. Чего-то невкусно. Может, машину почистить надо, может быть, как-то иначе готовить. Ну, такого, как итальянский кофе. Итальянского эспрессо настоящего. Ах! Что-то нету. Где вы пробовали самый вкусный эспрессо? Я думаю, в Италии. В Штатах никогда. В Штатах все. Старбакс. Вот этот можно намешать, залить. Тут сиропчика побольше, там молочка. Хотите кокосовый и так далее, все равно не кофе. Такой, как в Италии эспрессо. Это вкусно. При этом мало того, что хорошо приготовить, хорошие зерна, правильно подать, правильная атмосфера. По сути дела, сколько сейчас эспрессо стоит в Европе? По-прежнему 1 евро или больше уже? Помню, как-то случайно, 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 случайно целенаправленно оказался в Риме, чтобы погулять по нему весной, когда еще прохладно. Это было там число 10 марта, но было солнце. Прекрасная комфортная погода, красивые сосны, красивые колизеи и прочее, прочее, прочее. Вот, и как раз таки я поселился возле, ну не на окраине, но возле центрального вокзала, потому что было удобно перемещаться. Там мы были компанией, там была огромнейшая квартира с большим количеством спален, поэтому очень удобно было через Airbnb снять ее. И там рядом кофейня находилась, куда мы каждое утро ходили, там, ради прогулок, вставая рано в 6 утра, прогуляешься, потом в 8 в кофейню, выпьешь чашечку кофе, или потом уже после эспрессо можно и капучино успеть выпить вкусно. И вот тут возникает вопрос, как подается эспрессо? Потому что тут какие-то споры, опять же, случайно, типа, а что это у нас эспрессо подают без воды? Нужно подавать с водой его или нет? Разные отношения. Я в Инстаграме вижу, типа, ой, блин, вот в такой-то стране не подается, это нарушение правил. Турки, к примеру, всегда подают. Ну, короче, это совершенно неважно, потому что появление воды, оно всегда имело разную причину. Так, я туда шел, сейчас продолжу. Ох, полдня прошло. Как я не люблю два дня выходных, кто бы знал. Ну, мне бы лучше, знаете, один в среду или в четверг, другое воскресенье, главное воскресенье, потому что это, мне кажется, школьная тема. В воскресенье, то есть я должен проснуться, понимаете, что еще целый день впереди, пытаться максимально отдохнуть тем, чтобы в понедельник пойти в школу. Ну и на работе также. Ой, какие-то... Грязюху нахожу. Вот, ну что. Пока есть время собраться слегка. И снова пора как-то традиции возвращать, что в субботу или воскресенье, а лучше, конечно, в субботу, пойти в ресторан с друзьями, посидеть, что-то выпить или что-то не выпить, просто быть спокойным, что завтра можно проснуться, никуда не спешить поспать. Я все так хорошо поспал, я проснулся в 9.36, моя совесть была чиста, мне не нужно никуда торопиться. Это было очень хорошо. Вспомнил две вещи. Ну, случайно вспомнил про кофе, потому что реально что-то не могу для себя найти тот правильный кофе, который хочу. Спускаюсь вниз, у нас здесь кофейня. Безумный Макс или какой-то такой Макс. 360 рублей. Это дорого. И я не получаю удовольствия. Там вот... Вкус молока есть, вкуса кофе нет. А для того, чтобы спуститься вниз, там, знаете, на 20 с лишним этажей, выпить маленький эспрессо, неинтересно. Домашний эспрессо, в принципе, хорош. Не знаю. Что-то у меня какая-то неувязка есть. Четко вот для счастья не хватает. Именно вот в глотке кофе правильном. То есть, вот это молоко безлактозное, которое я хлещу. Кофе, молоко, чай, молоко. Ну, нету никаких вкусов. Не знаю. Может, опять же, это связано с моим отсутствием вот этих вкусовых рецепторов. Что там у меня влияет. Отсутствие запахов. Может, это влияет как-то на то, что я кофе не чувствую. Опять же, кофе вспомнил. Вот тут где-то иногда в запретограмме смотришь, ну, там, типа, как правильно себя вести в обществе. Если вам приносят чашку, к примеру, эспрессо и воду, что в этом случае? Ну, первое, что эспрессо и вода для того, чтобы, во-первых, если вы пьете эспрессо, это достаточно маленький напиток. Желательно, чтобы у вас вкусовые все рецепторы были чистыми. Поэтому можно сделать глоток, глоток воды, потом кофе. Плюс кофе крепкий, на всех по-разному влияет. Плюс... Сейчас... Отвлекся на звонок и не помню, о чем говорил. Помню, что кофе... Ну, вот что касается кофе. Окей. Эспрессо. Эспрессо с водой пьется. Ну, тут можно объяснить. Что у нас? Кофе. Две составляющие, грубо говоря. Кофеин и теобрамин. Кофеин дает вам заряд бодрости и на кого-то он слишком сильно влияет. То есть, такой всплеск быстрый. Теобрамин, наоборот, все это заглушает. Я, допустим, выпив чашку кофе, две чашки кофе или, допустим, двойной эспрессо на ночь, я просто после этого иду спать. Поэтому, на самом деле, давным-давно доказано, что кофе... Теобрамин, наоборот, притупляет некие... То есть... Давайте я не туда полез. Короче, не все после кофе бывают бодрыми. Я после чая могу ночь не спать. Если я зеленый чай выпью, то это вообще просто что-то будет. Точно не усну. Это было про кофе. А, кстати говоря, иногда в ресторанах вам приносят капучино с водой. И вот в этом случае вы сами решаете, пить вам воду эту или нет. Ну, во-первых, вы можете ее спокойно выпить, потому что это неплохо для зубов. В то же время вы можете, помешав кофе, помыть чашку... Ой, вернее, помыть ложку в этой воде и положить. Это тоже будет правильно, на самом деле. Но это уже такие заморочки, которых нас с вами в кофемании не касаются. В кофемании ведем себя, как хотим. Вот. Но это про кофе. А что-то тут я захотел почитать. Резко почитать. А что? Не знаю. Понял, что не хочу идти в книжный. Я не хочу залезать куда-нибудь в озон и что-нибудь себе заказывать. Наверное, завтра или в этом блоге. Не знаю. Короче. Это будет завтра. Надо сгонять за город и перетрясти всю свою библиотеку. Может быть, что-то старое. Служба технической поддержки. Учетная запись. Кто-то пытается что-то сделать с моей учетной записью. Ну, так вот. Хочу что-то старое достать. Старое то, что, знаете, как старый пледик. Почитать что-то за... Почитать что-то еще раз с тем, чтобы вспомнить то, как оно было. Может, какие-то сказки. Надо вообще перерыться и показать вам, что есть приятненько в библиотеке. Но, на самом деле, что бы я сейчас с удовольствием почитал? Наверное, что-нибудь близкое к религии или эзотерике. Наверняка нужно взять Блаватскую, двухтомник. Блаватскую, да. Художественную литературу какую-нибудь. Что-нибудь может быть из скандиналов. Тоже хорошо. Что-нибудь религиозное. Ну, с удовольствием, в принципе, можно какое-нибудь... У меня лао-дзы есть. То есть, философию какую-нибудь. Это азиатчина. Наверное, что-нибудь японское надо почитать. Не стихи, но какие-то такие странные романы. Ну, вот, наверное, вас спрошу. Ну, посоветуйте что-нибудь, чтобы читать. Да, я вспомнил на самом деле. СМС-ки приходит. Подруга пишет. Позвони в другой ресторан. Вдруг там место есть на веранде. Ну, ладно. Сейчас позвоню. Ну, ладно. Короче, нужно перетрясти книги. Не классику. Классику даже не повезу домой, потому что не хочу. Я завтра покажу вам, что я выберу, что я хочу почитать, помимо того, чтобы посмотреть. Да, конечно. Я понимаю, что сесть, читать Блаватскую, это было бы очень сложно. Или Рериха. В общем, дома много альбомов есть. Сейчас давайте прервусь, позвоню в Mushrooms, узнаю, есть место на веранде и продолжим. Встаю тут записываю. Плохо, конечно, прерываться. Странно, что у меня с камерой. Плохо прерываться, потому что мысль теряется моя. Ну, попытаюсь. С книгами все ясно. Книги покажу, расскажу, что нравится, что не нравится. Есть книги, которые я по настроению читаю. Есть книги, которые я читаю осенью. Есть такие книги. Есть книги, которые я читаю зимой. Вот, допустим, сестра подарила Бродского рождественские стихи. Вот. Она до сих пор запечатана, как видите. Вот. И это будет под Рождество. Это создает настроение. То есть, я с удовольствием такие книги могу с собой увезти куда-нибудь на пляж в Таиланд. Вот. Там открыть и получить удовольствие. И тем самым получить некий заряд бодрости. Вообще, заряд бодрости я ищу везде. Ну, а, в частности, вот я закончил на том, что в детстве, с учетом того, что мы могли в те времена, вам сейчас не понять молодежи, что нужно было сдавать макулатуру, чтобы получить какую-нибудь редкую серию, типа, Мариэта Шегинян, Лениняна. Было у меня такое полное собрание сочинений трудов Владимировича Ленина. Было. Сам лично покупал, потом сам лично куда-то отнес. Не выбросил. Нет, не выбросил. Вот. Жизнь замечательных людей. Это просто краш. Это было у меня. Очень-очень дело я и любил. Ну, и плюс всю какую-то... Помните, у нас такая разноцветная... Библиотека Всемирной Литературы, что ли, была? Не помню, как это называлось. Это было престижно иметь. А я обожал альбомы. Знаете, помню, что моя тяга к искусству, к музеям появилась именно потому, что у нас было много-много альбомов по искусству. Почему то, к примеру... Ну, вернее, самый-самый любимый мой был, это «Красота человека в искусстве», где были собраны и картины, и статуи, начиная с древнего Шумера, наверное, и потом до нашего времени. Очень я это дело любил, и это очень хорошо расширяло кругозор, потому что тогда интернета не было. Соответственно, можно было полистать это, посмотреть, о, блин, какой-нибудь художник Пуссен, к примеру. Пуссен. Ну, что мы знаем про Пуссена? А ничего, мы не знаем про Пуссена, поэтому идешь в библиотеку и просишь что-нибудь. Так же было с архитектурой и прочее, я обожал просиживать в библиотеке, то есть я, в общем-то, таким книжним червем был, когда там... Ну, это как бы заложило основы, наверное, кругозором. Кстати говоря, вот эта книга «Красота человека в искусстве» до сих пор сохранилась, вероятнее всего. Потом уже, правда, были совершенно другие книги. И когда работал в Пенни Лэйн, мне уже дарили... О, кстати говоря, красивый альбом с Одри Хэберн, с ее фотографиями, кадрами из фильмов, плюс Нью-Йорк, все небоскребы Нью-Йорка, к примеру. Тоже было интересно. Сначала листаешь, потом летишь и смотришь на это все. Вроде как знаешь, как бы подготовился. Это про книги. Подписчики. Ира, привет. Спрашивают, когда я русский, я бы хотел стать. Все было очень-очень просто. Я хотел стать археологом, раз. Ну, себя я представил, естественно, на раскопках где-нибудь в Египте, в Греции. Никак иначе. Ну, мама сказала, ты еще можешь на раскопках оказаться где-нибудь в Якутске. Тем самым отбив мое желание. Ну, тем не менее, как бы, да, мне хотелось... Ну, явно не Трою найти, к тому моменту уже найденную, но что-нибудь такое. То есть, в принципе, все Средиземноморье, это мой краш был, да. Неважно, будь то Испания, Италия, Греция, Турция, что бы то ни было. Там я бы с удовольствием копался. Или где-нибудь в Александрии, на берегу Средиземного моря. Вообще, это мой краш. Обожал Египет. В принципе, очень часто туда я летал. И летал не только отдыхать, а просто в Каир тупо. Потому что я обожаю пирамиды. Это место силы. Я не боюсь заходить в пирамиды. Есть у меня еще, как бы, пунктики. Какие пирамиды посмотреть, в какие храмы съездить. Естественно, до того, как стану немощным и смогу еще путешествовать. Это круиз по Нилу. Да, я хочу посмотреть это. То есть, это... Египет-клабель цивилизации. Хочу ли я, допустим, при этом пирамиды майя смотреть? Нет, не хочу. Почему-то мне они неинтересны. А вот египетские, да. А, ну вот. Я хотел быть архитектором. Дальше, кем я хотел быть? Второй, кем я хотел быть? Ой, проговорился. Хотел быть... Почему? Короче, археологом или архитектором. Видишь? Все арх. Архитектором, наверное, хотел быть попозже. Но тогда архитектор, в общем-то, это не было такой престижной профессией, как сейчас. То есть, пришлось бы сидеть где-нибудь в ней, просто чертить вариант сортиров для каких-то домов П-44. Нет, так я себя не мнил. Вот. Но других возможностей не было, поэтому в архитектор тоже не поступил. О, вернее, не готовился. Хотя чертил очень хорошо, и у меня могло бы неплохо получиться, наверное. Это бы мне нравилось. Ну ладно, поступил в НИАС. Вот. И даже был пионер вожатым. Помню. Наверное, после первого курса это было. Но самое удивительное, что я тут случайно вспомнил, что блин, а мы же ездили с какими-то пионерами в пионерлагерь. Я даже не помню, где это было. Ну явно это где-то в ближней Подмосковье было. Но мне не улеглось. На самом деле, из пионерлагеря, в котором я был пионер вожатым, я помню только музыку, на самом деле. Удивительно. Я помню почему-то Энни Ленокс, Джорджа Майкла. Все, что тогда появилось, какой это был 90-92 год, наверное. Самая потрясающая музыка, конечно, была. Роксет. Как саундтрек красотки. Вот это создает некие мои эмоции. То есть, как я воспринимаю музыку, как я воспринимаю свою жизнь. И как музыка, не знаю кого как, помогает, допустим, поднять настроение. Вечером у меня играет джаз. Смут джаз какой-нибудь. Я с удовольствием Калтрейна слушаю. Это очень красиво. Иногда хочется просто джаз, чтобы это были инструменты, а иногда с голосом. Кстати говоря, я не против религиозной музыки. Допустим, если это будет хор какого-нибудь монастыря. Я не буду вдаваться в подробности. Один из самых лучших. Где-то надо найти диск. У меня есть. Это я с собой привез из Греции, из Афона. Хор мужского монастыря. Не помню, какого из монастырей. С учетом того, что их было два. Не помню. Надо посмотреть. Но тут у меня совершенно другие воспоминания. Я помню ночные службы на Афоне. Я, по-моему, об этом всем рассказывал. Но это несбываемое. Ну вот скажи мне сейчас, Игорь. Вот тебе демонтерион. Это пропуск на Афон. Поезжай на три дня. Наверное, морально не готов. А тогда только так сорвался. Это был 2012 год, наверное. На майские праздники, как зайчик поскакал. Было интересно очень. Вот. Ну ладно. Короче говоря, к тому, что хватит трепаться. Опять наговорил о чем-то. О чем я. Как обычно, ребят. Ни о чем. Вот. Пусть это будет длинный субботний влог. В нем сейчас получится то, что я сложил. Вчерашнее и сегодняшнее. Не судить строго. Но это лучше, чем мой треп в машине за рулем, когда я отвлекаюсь. Вот. Пойду заряжать телефон. И поеду кушать. Вам отличного вечера. Отличных выходных. Пока-пока. Вчера. Вчера. Вчера.